Более 80 частных домов села Аликово лишились воды, хотя недавно в жилом микрорайоне были проведены новые трубы и оборудована водонапорная башня. Местные жители обратились со своей проблемой в региональное отделение Народного фронта. Сегодня его активисты проверили, насколько качественно подрядчики обустроили водопровод. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Только после появления водопровода жители этой улицы начали устанавливать у себя стиральные машины и душевые кабины. Но коммунальный рай продолжался недолго, полгода назад. Вода по трубам. Течь перестала. Кран открываем, воды нет. Чтобы пользоваться, из пластмассового ведра сделали умывальник. Вот. Паскаем воду. Колонки на этой улице уже давно пришли в негодность. Многие теперь вынуждены ходить за водой на окраину села. Даже те, кто успел вырыть колодцы, у себя во дворе опасаются, что с наступлением морозов они останутся ни с чем. Перебои бывают. Перебои летом засыхает колодец. И это сейчас зимой. Вот. Тоже перерыв бывает, потому что засыхает. Они не глубокие у нас. В верхний слой только это идет вода. Поэтому надеялись на трассу. Но многие жители колодцами пользуются бояться. Деревня Азамата и улица Светочная расположены в нескольких метрах. А кладбище качество грунтовых вод может не соответствовать норме. Улица Светочная – часть нового микрорайона на окраине Аликово. Водопровод и водонапорную башню здесь начали обустраивать только три года назад. Потратили более 13 миллионов рублей. Эти средства были выделены в рамках федеральной программы социального развития села. Но местные жители считают, что работы по прокладке труб подрядчики провели некачественно. Люди были неоднократно у головы Ефремова. Пока никаких вопросов резонансных не решается. Ожидания были хорошие. Но на самом деле вот эту воду народ так долго и не увидел. Из-за чего вышла из строя водонапорная башня, теперь будут разбираться активисты Народного фронта. В администрации муниципалитета им предоставили необходимые документы. Изучив их, специалисты сделали первые выводы, что насос, который выкачивал воду, работал не на полную мощность. Еще раз посмотреть геологические изыскания. То есть достаточно было сегодня вкладывать деньги в этот водопровод. Изыскания, которые использовались, представители, они с седьмого года. С седьмого года достаточно у нас изменений произошло, как и в погоде, и в климате. Поэтому думаем, что, наверное, достоверность вот этих геологических изысканий, она недостаточная. Итоги проверки в штабе ОНФ озвучат позже, после вмешательства активистов Народного фронта власти района. Все-таки приступили к ремонту башни. Местные чиновники обещают, что вода в домах у жителей появится в ближайшее время. Медрик Валев, Ирасиль Мухаммедов, Республика.